Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лера Фрост всегда пыталась казаться целомудренной девушкой, но в недавнем ночном эфире показали любовные игры Фрост и Захарьяша. И якобы неприступная Валерия не увидела ничего постыдного в том, чтобы хватать молодого человека за причинное место. Тем самым она опустила себя в глазах телезрителей ниже плинтуса. Ольга Рапунцель рассказала правду о ее отношениях с мамой Димы Дмитренко. Женщина постоянно пишет Ольге гадости. Якобы Рапунцель вымогает деньги у ее сына, требует драгоценности, одежду. Она постоянно припоминает в переписке все оскорбления, издевательства, как Иванов бил Диму по просьбе Оли. Также мама отправляет сыну все негативные комментарии, которые пишут про Ольгу. Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова разругались по очень неожиданной причине. Полыгалова хотела качаться с мужиками, а Барзиков заявил, что ей нужно заниматься с дамами. Лиза заявила, что советы ей не нужны по этому вопросу, она сама все прекрасно знает. Зрители считают, что Вике Комиссаровой гораздо больше подходит новый участник Дмитрий Пшеничный, нежели ее парень Антон Шоки. Если Антон приобрел известность исключительно из-за своего образа жизни бедной сироты, которую уже развенчали, то Пшеничный оказался талантливым танцором, и характер у него намного мягче и человечнее. Егор Халявин готовится выпустить свою первую коллекцию одежды. Это его мечта с детства. Мама Таты Абрамсон Марина Тристановна решила омолодиться. Она побывала на консультации у пластического хирурга и будет делать круговую блефаропластику. Саша Харитонова заявила о главной проблеме проекта – отсутствие настоящих мужчин. В качестве примера она прошлась по Шепелю и Рыбалка. Притиковать Кучерова, видимо, не рискнула. Якобы Петр Шепель нападает на женщин, оставляет им синяки и разговаривает в приказном тоне. А Рыбалка вообще не умеет разговаривать. «Ау, мужики, вы где?», пишет Харитонова. В недавнем эфире Саша Гозиас упрекнула новичков за их тухлость, серость и неинтересность для проекта. В ответ Лера Фрост напомнила Саше, насколько она сама была тухлой и безликой первые два месяца. Зрители поддержали Леру, они прекрасно помнят ее природную внешность, то, как она шестерила перед Лисовой, когда стирала ей носки, как Гозиас убивалась за Кузиным, за Григоренко и даже успела поваляться с Ебаровым. Так что Саше посоветовали не открывать рот и не критиковать других, а вспомнить саму себя. Недавно Алина Камерен провела видеотрансляцию в Перископе и многие не могли поверить, что она так изменилась. Очевидно, что Камерен обкололась ботоксом, теперь у нее большие скулы и она сама напоминает воздушный шар. Сама Элина довольна результатом и не считает, что новое лицо ей не идет. Женя Феофилактова пообщалась в прямом эфире Инстаграма с поклонниками и ответила на их вопросы. Она сейчас расставила приоритеты, очень много работает, ни от кого не зависит, а на личную жизнь времени не остается. Она собирается покупать квартиру, накопила уже половину суммы и обязательно купит свое жилье. Антон не оставил бывшей жене и сыну квартиры просто потому, что у него нет ее. Ни Антон, ни его родители сейчас им не помогают. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.